Здравствуйте, уважаемая Монавара. Я журналист из газеты «Таджикистан». Это республиканская газета, весьма знаменитая и читаемая. Ну, в общем, мы решили по решению нашего руководства встретиться, побывать в вашем доме, потому что в этом доме уже наши сотрудники были не раз, и у всех каждого хорошее мнение такое сложилось. То есть мы решили тоже еще раз побывать здесь и поговорить с вами. Ну вот, я бы хотела начать с того, Монавара, как вы сюда попали? Ну, я хотела уехать к сыну, муж умер. Хотела уехать к сыну в Ульяновск. В Ульяновске с женой жила. Пока писала, пока продавала, пока все, через год узнала, что сын там умер. Квартиру продала, денежки за год. Вот тогда тысяча рублей была однокомнатная секция. И ни сына, ни квартиры. И квартиру продали? И квартиру продала. И деньги все... Ну, и деньги за год-то потихоньку, конечно же, ушли. И так осталось я ни туда, ни сюда. Квартиру я устала. Я делала вот отделочницы, я все вот этим жила. Одну двухкомнатную брала, делала и этим жила. Устала, здоровье подкосилось. Сказали сюда прийти. Вот пришла Буря Рахимович, его папа сюда принял. Вот тогда, когда был Буря Рахимович, я сюда пришла. Он меня сюда принял, прописали мне. Ну, вы сами пришли, вас никто не рекомендовал. Нет, нет, нет. Никуда не обращались. Нет, нет, нет. Я была... Только прямо напрямую, да? Нет, я попала к этой... Хасановне, где больничка, помните, была... Первую помощь оказывали. В 46-м микрорайоне. Да, да, да. Там раньше. Там была. Потом она говорит, куда пойдете? Я говорю, а куда можно? Она говорит, Батуш, поедете. Я сказала, поеду. И вот нас 11 человек, она привезла, и нас сюда приняли. Сразу приняли. И сразу принял Буря Рахимович. Ну, вы же здесь 11 лет, говорите, живете, да? Правда, родственников у вас нет. Есть у меня сестра, она после инсульта, инфаркта ногу тянет, приехать она сюда не может. Здесь она живет? Душамбе. Ну, вы с ней редко видитесь. Мне тоже ехать в Душамбе. Диагноз... Тоже проблематично. Да, у меня с головой шатает туда-сюда. Боюсь, я пойду, под машину попаду, меня не жалко, шоферу жалко. Из-за этого я никуда не хожу вот здесь. Ну, расскажите, как вам здесь живется? Значит, я смотрю, у вас отдельная комната, хорошо? Слава Богу. Здесь у вас урана. Вы как видите, вот... Чистенько. Все чистенько, все со собой, ухаживаешь за квартирой, ухаживаешь. Слава Богу, Раису спасибо. Помогает дачу, попросишь, слава Богу, есть. Пенсию вы получаете? Пенсию я получаю, как 60 лет вышла. Трудовая у меня в Ташкент уехала. Я дала на сохранение. Вы получаете или нет? Да, получаю пенсию. И сколько вы получаете? 20 рублей. 20 рублей? Да, 10% же мы здесь получаем. А остальные куда деньги? А я это не знаю, государственные, наверное. 20 рублей всего? У нас все 10% получаем мы здесь. Кошмар какой. Ну, питание, они же нас и кормят, одевают, и все дают. А, ну, вы деньги оставляете здесь? Да, да, это остается... Как, газ? Ну, тут тоже помощь у нас какая-то. Деньги остаются? Да. А на содержание ваше? Да, они нам кормят, одевают. А, 20 рублей вы получаете? Да, это на мелкие расходы. А когда вы тратите, что вы изменили? Ну, что в основном? Ну, что-нибудь колбасочка вдруг захочется. Ну, вот так что-нибудь. А так в основном кушать у нас есть, слава богу, мы не голодные. Хорошо вас кормят. Слава богу, кушать есть у нас, до жалоб никаких нету, слава богу. Постель, слава богу, видите, тепленькая. Теплая, хорошая. Хорошая, да. Везде все чистенько, везде все хорошо. Вот я еще... Я смотрю, выруходильничаете. Да, вот, это вот готовое уже. Ну, берут вот санитарочки своим детям, берут. Это тоже как копеечка, понимаете? Такое не вешено, конечно. В любом случае. Вот это вот начало. Да, да, да. Да, вот начало красивенько. Сколько стоит вот такая без рукава? Ну, 40 сомон. Ну, это хорошо, не делаю. Шестяная, новые ниточки, вот это тоже новые ниточки. Ну, вот так потихоньку. Знаете еще почему вяжем? А шьете вы что-то, да? Шью, ну, на себя шила раньше. Там, что... В швейке я здесь работала. Когда много там фарда, морда, там под одеяники, просто я помогала шить. Ну, понятно. А что как берут? Ну, у вас все хорошо, я посмотрю. Слава Богу. Вы всем довольны? Слава Богу. Если уже что-то нужно, Раиз Джон, Раиз Джон. Угу. На следующий день, что попросил, Раиз Джон уже готов. Есть ли у вас какие-то мечты? Ну, говорят, вот в такое время уже, то сам человек не может о чем-то там додуматься, какие-то грандиозные планы ставить. Ну, может, у вас есть какая-то мечта? Мечта у меня одна. Чтобы был мир на земле, чтобы был достаток, чтобы никто не обижался, чтобы эта пандемия ушла. И чтобы мы спокойно доживали свой век. Вот вся мечта. Ой, самые добрые слова. Все. А что еще мечтать? 71 год, что делать? Ну, 70, говорят, это, говорят, посмотришь иностранные звезды. Только жить начинают, сниматься начинают. Это иностранные. Я еще хочу сказать. Вот Имам Али Рахмону большое, огромное спасибо. Вот что вот эти вот есть интернаты у нас. Что у нас здесь вот всех вот за нами смотрят. Все как дома живут. Лекарства, да. Вот это все, что нужно. Помогают. Спасибо тем бизнесменам, которые приходят. И ОАЖ делают сами, подарки приносят, и фрукты приносят, и все. Спасибо нашим медикам всем, которые в Министерстве здравоохранения. Спасибо Холову. Очень часто приезжают. Он очень часто тоже к нам нас проведывает. Вообще всем огромное спасибо. Нашему Раису отдельно спасибо. Молодой, перспективный, красивый. Улыбается и сразу жить хочется. Спасибо. Спасибо.